здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 26 уроке видео курса уникальные виджеты adobe muse в этом уроке я вам хочу показать интересный виджет который также работает с изображениями вот что делать данный виджет впереди у нас есть прямо на изображении надписи мне стоит просто наводить мышь как у меня автоматически сменяется изображение которое я подготовил давайте перейдем в adobe muse и рассмотрим настроечки данного виджета после того как виджет перенесли на холст он у нас встает сразу по ширине в сто процентов и давайте посмотрим настройки у него не так-то много настроек всего то есть нижняя вот эта опция это у нас уже загрузка изображений здесь у вас не умещается но тут принципе вам не обязательно даже смотреть потому что здесь аналогичные действия навигацию и там это у нас просто загрузка изображений можно максимум загрузить восемь до этого сейчас еще дойдем давайте рассмотрим начальные настройки первое это у нас позволяет изображение показать в оригинальном виде если вы хотите изображение показать в хд формате лучше сразу подготовить изображение 1920 на 1080 пикселей текст сайс это тот текст который будет у вас на изображениях находиться на которой наводит мышь когда сменяется изображение то есть здесь уже вы управляете можно сразу сделать 50 например побольше и для этого текста текст color можно выбрать цвет здесь немножко мне кажется не прям непродуманно здесь такой момент я разные цвета пробовал вот этого текста да на который надо наводить мышь он плохо видим здесь либо изображение нужно на фотошопе затемнять чтобы текст был виден либо как-то подбирать цвет самих вот этих строчек текста считаю немножко как-то непродуманно сделано надо было сделать им еще под ложечку под этот текст чтобы текст был хорошо виден ну да ладно давайте посмотрим здесь пока оставляем как есть вот эту настройку позже покажу и у нас остается здесь только загружать изображение и смотреть как тут ячейки разбиты вот эта ячейка относится к одному изображению здесь добавляйте файл вот здесь ниже для этого изображения вы пишете какой-то заголовок это тот заголовок который будет отображаться на который надо наводить мышь чтобы показалось именно это изображение и также на изображение ниже можно еще повесить url какой-то какую-то ссылку ну и дальше аналогично так еще можно повесить 8 фотографий давайте проделаем нажимаем добавить файл загрузил одну вторую также переименовываем название я напишу дема 2 также загружаю изображение и добавлю 3 и добавить файл вот принципе 3 добавил я больше смысла не вижу добавлять вы тут без меня уже все справитесь можно уже идти в браузер и смотреть вот они нас дема тут у нас вот эти названия все они у нас это это у нас следующее изображение там где мы их не загрузили и вот момент если вы у вас меньше изображение чем положено и что вот эти левое название у вас не отображались вы просто здесь удаляете эти слова и оставляйте поля пустыми лишние вот эти вот фразы они тут не будут показаны просто их удаляете вот таким вот образом давайте посмотрим еще раз вот теперь у нас только три изображения и три слова дема сам по себе виджет так ничего хорошенький мне нравится и что значит у нас вот эта настройка не знаю зачем она здесь нужна но я вам просто визуально покажу у нас появляется как бы вот в такой полоске изображение а возможно это связано с самим вот этим виджетом может быть его надо растянуть то есть там у нас был как бы full screen то есть во всю ширину ну в принципе так она есть если вам нужно отображать как бы ограниченное пространство для изображения то можете воспользоваться вот как я сейчас сделал да то есть я просто выбрал область такую сколько мне нужно отображать сколько я даю место для этих изображений при этом я в настройках выбираю вот здесь первый вариант вот принципе и все надеюсь урок для вас был понятен а мы увидимся с вами в следующем